Сейчас я предоставляю слово его превосходительству Сон Киму, главе делегации Корейской Народно-Демократической Республики. Господин председатель, господин генеральный секретарь, уважаемые представители, позвольте в первую очередь поздравить вас, господин Филимон Янг, с избранием в качестве председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Убежден в том, что под вашим умелым руководством данная сессия позволит добиться огромных успехов. Господин председатель, нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в эпоху, когда существование и развитие человечества омрачено целым рядом бесплатных серьезных кризисов и вызовов. Вооруженные конфликты и кровопролитие продолжаются в целом ряде регионов мира. Ситуация в Газе продолжается уже практически целый год. Десятки тысяч ничего не повинных гражданских лиц были убиты, и, по сути, был спровоцирован самый ужасный гуманитарный кризис с момента окончания Второй мировой войны. Ухудшают ситуацию погодные условия, как крайне высокие температуры, засухи, проливные дожди и наводнения, которые приводят к нанесению ущерба людям и материальному ущербу. К этому можно добавить такие проблемы, как проводится энергия кризис безработицы, не считаясь социально исключенной. Дополнение к этому конфронтации, формирование блоков, односторонность превалирует над духом сотрудничества, единственной многосторонностью, которая красная нитя через устава ООН, создавая препятствия решению международных кризисов. Поэтому ожидаю, что общепрение, будучи верными теме и духу, послужит значимой возможностью преодоления этих кризисов и угроз, которые препятствуют развитию человека и угрожают его существованию. Это позволит защитить многостороннюю систему, в основе которой находится ООН, для поощрения мира и развития нынешнего будущего поколения. Господин председатель, полагаю важным, чтобы каждый государственный член ООН полностью реализовал свои обязательства в том, что касается преодоления нынешних кризисов, обеспечения социального прогресса и лучших стандартов уровня жизни, как об этом говорится в уставе ООН. Поэтому хотелось бы озвучить принципиальную позицию правительства КНДР и проинформировать об усилиях, направленных на обеспечение социально-экономического развития, защиту регионального мира и стабильности и обеспечение международного правосудия. Сегодня в мире нет недостатка в вызовах, и КНДР не исключение здесь. Однако, значимый прогресс и успехи мы фиксируем в социально-экономической области благодаря правильной линии правительства и благодаря последовательному выполнению принятых мер. Первое. Правительство КНДР в качестве главной государственной политики рассматривает предоставление детям дошкольного возраста молочных продуктов и обеспечение детей школьного возраста за государственные счеты. В результате последовательного выполнения данной политики мы фиксируем улучшение качества образования и ухода за детьми. Также результаты приносят наши усилия по достижению устойчивого развития национальной экономики. Тенденция роста продолжается и фиксируется по разным направлениям, как то в легкой промышленности, в сельском хозяйстве, и существенные успехи нами достигаются в обеспечении благополучия народа, в том числе речь идет о работе, предоставлении всем жителям сельских и городских районов нового жилья, причем безвозмездно. В частности, представитель КНДР недавно принял политику по региональному развитию и уделяет основное внимание практической реализации этой политики. Политика регионального развития правительства КНДР направлена на то, чтобы обеспечить эпохальное преобразование в социально-экономических, материально-культурных стандартах на общенациональном уровне, ликвидировав разрыв между столицей и региональными городами, между городом и деревней и обеспечить развитие всех секторов и регионов нашей страны сбалансированно одновременно в десятилетний, причем срок. Это станет активным вкладом КНДР в достижение цели устойчивого развития для всех, чтобы никто не был оставлен без внимания. Политика регионального развития КНДР будет реализована, поскольку она была разработана на основе научных данных и исследовательской работы. Через 10 лет мир увидит абсолютно иную КНДР. Господин председатель, упомянутая высшая работа по социально-экономическому развитию в КНДР проводится не в условиях мира и безопасности. В отношении нашей страны мирная и стабильная внешняя обстановка для нас крайне важна, поскольку позволяет обеспечивать развитие и процветание государства. Тем не менее, угрозы безопасности, которые мы испытываем от сил внешних сил, лишь усугубляются в течение времени. В прошлом году я с этой трибуны заявлял о том, что ситуация на Корейском полуострове предполагала стимительное приближение к пропасти ядерного конфликта. С тех пор прошел год, и сейчас ситуация безопасности на Корейском полуострове отличается от того, что было тогда, и стала гораздо более острой. С начала года Соединенные Штаты и союзники один за одним проводили совместные военные учения под названиями «Щит свободы», «Острие свободы» и совместные авиаучения непосредственно в близости от КНДР, таким образом усугубляя военную напряженность и враждебную установку в регионе. Более серьезным является тот факт, что направленная против КНДР ядерно-военная машина, которая называется «Ядерная конструктивная группа», во главе которой стоит Соединенные Штаты и Республика Корея, уже действует, и проводятся ядерные военные учения с тем, чтобы смоделировать применение ядерного оружия против КНДР. И в ней участвуют силы НАТО, это внешняя сила, чуждый регион, это исключительно военный блок. Они укрепляют военное сотрудничество с Соединенными Штатами и Республикой Кореи, злоупотребляя вывеской командования ООН, которое должно было быть ликвидировано еще десятилетия назад в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН. Они наращивают военную конфронтацию, поскольку направляют боевые корабли, и боевые самолеты на Корейский полуостров, и они обвиняют нас в том, что мы им угрожаем, угрожаем стабильности миру в регионе из-за ядерного оружия. Но кто тогда разработал и применил ядерное оружие против человечества впервые в истории? Кто говорит о ядерном оружии на Корейском полуострове в последний век и представляет ядерную угрозу КНДР в течение последнего века? Кто же так упорно говорит о ликвидации режима суверенного государства и предусматривает возможность применения первого ядерного оружия против КНДР в качестве национальной политики? Нет такого, чтобы обладание КНДР ядерным оружием делало Соединенные Штаты враждебными нам. Истина в том, что враждебность и ядерные угрозы США в адрес КНДР на протяжении 70 лет заставили нас принять историческое решение создать ядерное оружие. Наше ядерное оружие было создано и существует просто, чтобы у нас была возможность защищаться. Поэтому все разговоры о ядерной угрозе только лишь подтверждают враждебность по отношению к КНДР. Обстановка области безопасности на Корейском полуострове все больше усложняется. И так будет и в дальнейшем, но только если Соединенные Штаты и их последующие не изменят своего конфликционного подхода. В таких обстоятельствах незаменимое обширение суверенных прав КНДР заключается в том, чтобы поддерживать нашу мощь, которая позволит нам защищать национальные безопасности и интересы, и которая гарантирует наше мирное развитие. Ситуация на Корейском полуострове не вылилась в полноценную войну, хотя ситуация крайне напряженная. Но это связано только с мощным потенциалом нашей страны по сдерживанию, который позволяет отражать агрессию и поддерживать баланс сил в регионе. Поэтому продолжим наращивать наш потенциал по военному сдерживанию, исходя не только из нашего обязательства обеспечения национальной безопасности, но также исходя из нашей миссии по поддержанию мира и безопасности в регионе и за его пределами. «Товарищ Ким Чен Ын, председатель государственных дел КНДР, сказал о том, что мы можем выбрать либо диалог, либо конфронтацию, но нужно в любом случае полной мере быть готовыми к конфронтации. Это итог и урок, вынесенный из опыта десятилетних отношений КНДР и США», – сказал Ким Чен Ын. Что касается права на самооборону, законного права на суверенного государства, мы никогда не вернемся в прошлое, давно ушедшее. Что касается национального престижа и авторитета, мы никогда не будем торговаться им, ни с кем бы то ни было, поскольку этого нам удалось добиться благодаря кровавой борьбе всего корейского народа. Кто бы ни пришел власти в Соединенных Штатах, мы будем взаимодействовать только с государственным образованием, которое называется США, а не с администрацией этой страны. Точно так же любая администрация США будет работать, ей придется иметь дело с КНДР, который отличается от того, что все представляли Соединенные Штаты. Господин председатель, внешняя политика правительства КНДР заключается в том, чтобы быть поборником мира и справедливости, стремиться к прогрессу, развитию и развивать дружеские отношения, отношения и солидарности. Эта же идея красной нитью идет через устав ООН. С учетом вышесказанного, правительство КНДР будет решительно выступать против актов и попыток разделить международную арену на два лагеря с применением незаконных двойных стандартов, с тем, чтобы осуществить гегемонтические интересы и стремления и нарушить меры стабильности. Сейчас многие факторы препятствуют достижению ЦУР, которые были разработаны ООН. Самое критически важное из них – это высокомерие, произволы, двойные стандарты со стороны Соединенных Штатов и целого ряда государственных членов ООН. С октября прошлого года неизбирательное зверское убийство, которое совершают израильские власти, привело к тому, что более 40 тысяч гражданских лиц в Палестине в секторе Газа были убиты, среди них огромное число детей и женщин. Это привело к тому, что целая нация находится на пороге полного истребления. ООН существует для того, чтобы предотвращать повторения бедствий войны, которые привели к таким страданиям всего человечества. Но позорно и заслуживает осуждение тот факт, что такого рода действия в отношении людей совершаются вот уже практически целый год. Невообразимо, что одно государство не подвержено никаким санкциям, никакой цензуре, несмотря на то, что оно совершает такого рода зверства. Но это происходит только исключительно благодаря покровительству Соединенных Штатов, постоянного члена Совета безопасности ООН. Соединенные Штаты завитировали целый ряд резолюций СБООН по обеспечению мира на Ближнем Востоке. Они сделали это, если бы точными, пять раз, выразив пренебрежение пожеланиям международного сообщества прекратить этнические чистки, которые ведет союзник этой страны. Именно так Соединенные Штаты дискредитируют авторитет ООН и, по сути, подстрекают преступления против человечности. Соединенные Штаты, тем не менее, говорят о том, что угроза и провокация – это осуществление права на самооборону суверенного государства, которое не нанесло вреда кому бы то ни было. Что касается ситуации Украины, она продолжается вот уже практически три года из-за Соединенных Штатов и западных стран. Они перекладывают ответственность на другие страны, даже несмотря на то, что это стало результатом расширения НАТО на Восток. И также здесь повлияло поставки смертоносного оружия, которое закупается на астрономические суммы. Это все совершается Соединенными Штатами для своего союзника. Причина этого заключается в том, что Соединенные Штаты препятствуют нормальному развитию отношений между странами, развитию, и они оказывают политическую и военную поддержку своим союзникам, оправдывая таким образом формирование военных альянсов на глобальной аренде. И такого рода реалия не должна больше существовать. Мы не должны ее терпеть и потакать. Я вновь выражаю серьезную беспокойность и осуждаю тот факт, что мир и безопасность во многих регионах мира подвергаются серьезным угрозам. Дух Устава ООН подрывается произволом и высокомерием одного единственного постоянного члена Совета Безопасности ООН. Также выражаю искреннее соболезнование палестинцам, которые стали жертвами и пострадали от израильского геноцида. Их родным и близким выражаю поддержку солидарно-сирийским народам в его борьбе за восстановление контроля над оккупированными голландскими высотами, и в его борьбе за территориальную целостность. Господин председатель реформы, нынешняя глобальная структура управления должна быть направлена на то, чтобы обеспечить реализацию принципа беспристрастности, равенства и справедливости. Организация объединенных наций должна восстановить свой священный авторитет. Но это пройдет только тогда, если будут выполняться принципы суверенного равенства, не вмешаться внутренние дела, беспристрастность и эффективность. И если будет устранено высокомерие и не будет больше произвола, а также не будут применяться двойные стандарты во всех видах деятельности в соответствии с целями и принципами, которые закреплены в Уставе ООН. Господин председатель, мирная, просветающая, справедливая планета – это желание КНДР, и таким оно было всегда. Представь КНДР будет делать все от него зависящее, будет противостоять независимому империализму в рамках национальной политики для реализации признаков национальной справедливости на основе принципов суверенитета не вмешаются внутренние дела, равенства, равноправия и взаимные выгоды в рамках создания нового международного порядка. КНДР и в будущем будет сотрудничать со всеми странами, которые выступают против агрессии, вмешательства, доминирования, подчинения, и которые стремятся к независимости и справедливости. Будем руководить разногласия между идеями и системами. Будем также проводить обмены сотрудничества со странами, которые уважают нашу страну и которые дружно относятся к нам. Спасибо. Спасибо. Я благодарю главу делегации КНДР.